Всем тихой ночи! Голоса в трубах нашептали мне, что пора делать новое видео по самосбору, и на этот раз мы попытаемся понять, откуда он вообще взялся и как мир Гигахруща пришел к нынешнему состоянию. Одна из версий говорит о том, что в мире до Гигахрущевской эпохи существовало огромное государство, союз объединенных коммунистических держав, что сокращается до СОГД. В нем жил физик Ландау, который открыл параллельное измерение, названное впоследствии пустотой Ландау. Реальный Ландау, кстати, умер в 1968 году, а значит речь идет о параллельном мире, где, видимо, этот СОГД существовал в 20 веке. В общем, новое измерение представляло собой совершенно пустое пространство, но пустым его оставлять никто не собирался. Сразу был предложен проект жилой постройки, которая бы разрасталась от точки входа в пустоту Ландау во все стороны. Для его реализации построена огромная машина с искусственным интеллектом, которая должна была развернуть огромное строительство. Устройство было запитано передовым источником энергии, генератором, работающим буквально на разрушении пространства и способным выдавать КПД почти в 100% и являющиеся почти вечным двигателем. В память искусственного интеллекта была загружена директива партии о том, что каждому жителю необходимо предоставить бесплатное жилье, и он начал работу. Поначалу качество жилья можно было назвать неплохим, а многомерная расширяющаяся конструкция, так официально назывался Гигахруч, принимал все больше и больше жильцов. В какой-то момент новоселье отметили миллионы людей. Кроме того, по всему миру начали создавать квантовые врата Вавилова, позволявшие попасть сразу в любую точку сооружения, а не только заходить в него через центральный вход, а также через них завозили технику и различные ресурсы. Для лучшего управления стройкой был создан новый искусственный интеллект, основанный на слепке сознания одного из разработчиков. Он нашел способ напрямую манипулировать живым бетоном. Да, изучение свойств этого пустого мира не стояло на месте. Хитроумные инженеры на основе открытия сделанных в пустоте Ландау создали субстанцию, в простонародье названную живым бетоном. Это позволило искусственному интеллекту возводить новые помещения с невиданной скоростью. Теперь Гигахрущ казалось рос уже сам по себе. В какой момент все пошло не так, никто уже сказать не может. Для начала внезапно сработала система под названием «Железный занавес». Ее создали изначально на тот случай, если пустота Ландау окажется обитаемой, чтобы не пустить неизвестных существ в мир людей. Устроена она была относительно просто. При обнаружении народного сознания она необратимо отделяла пустоту от обычного мира. Во время стройки про нее как-то забыли, а вспомнили только когда связь с Гигахрущом была внезапно потеряна. Железный занавес сработал, как и предполагалось, после того, как было зафиксировано сообщение от неизвестной формы разума, идущей из внешних стен Гигахруща. Пустота Ландау стала навсегда закрыта для обитателя основного мира. Хотя, продолжил ли существовать основной мир, вот это еще вопрос. Потому что ученые, оставшиеся внутри Хруща, утверждают, что вселенная за пределами пустоты свернулась обратно в сингулярность. Есть еще и другая версия, говорящая о том, что никакого другого измерения никогда не было. А компьютер СИИ просто превратил весь мир в хрущевку. Однако большинство все же предпочитает верить, что некий внешний мир, куда можно вернуться, где-то досуществует. Да, и есть много бугуртов, где упоминается, что в Гигахруще иногда отключают гравитацию, что лишний раз доказывает, что он болтается в пустоте. После того, как люди осознали, что они заперты в Гигахруще, началась паника и хаос. Те, кто им не поддался, создали службу картографии. Она была призвана составить точный план сооружения и в конечном счете найти выход. Получившаяся карта со временем становилась все более сложной и запутанной. Но самое странное, это то, что она теряла со временем актуальность. Гигахрущ не только расширялся в ширину, и часто менялся внутри себя. Кроме того, двигаясь в глубину Хруща, люди встречали все больше опасностей. Они находили изуродованные тела, разнообразную опасную слизь, монстров, а потом появился тот самый фиолетовый туман, предвещающий самосбор. Стало понятно, что место это не просто непознаваемо, но и крайне опасно. Службу картографов распустили, а вместо них создали службу оповещения об аномальных явлениях, потому что таких становилось все больше, и они в какой-то момент стали главной угрозой. Не все картографы были согласны с такими изменениями. Такие создали группу, которая продолжала искать выход, и группа эта быстро переродилась в секту. Ее окружающие начали называть аутистами. Секты аутисты были достаточно опасны. Партия Хруща постановила их ликвидировать, и, наверное, не зря, потому что, как поговаривают даже знаменитый Чернобог, человек, которого многие считают темным божеством, когда-то был из их группы. Те же из первого поколения обитателей самосбора, кто решил, что жить как-то можно, основали государство союз социалистических блоков, ССБ. Они из компьютерной сети, использовавшиеся до этого искусственным интеллектом, создали подобие местного интернета, наладили производство гермодверей, сигнализаций и прочих необходимых для выживания предметов. Поначалу это было классическим государством, с правительством, силовой группой и всем прочим, но в один прекрасный цикл случился самосбор, который полностью уничтожил блок, где обитали чиновники ССБ. Так что теперь структура власти тут децентрализованная? Да и вообще, кто управляет ССБ давно непонятно. Вроде бы некая партия, представителей которой в оплате никто никогда не видел. Эта партия, это тихий голос, шепчущий из узла связи, который даже ни к чему не подключен. Это внезапно зазвонивший телефон, в трубке которого раздается новый приказ. Это сообщение с непонятными инструкциями, которое пропадает так же неожиданно, как и появляется. С тех древнейших времен проходит множество циклов, в ходе которых поколения сменяют друг друга. Исчезают и появляются государства. В одном из них даже, говорят, жили люди с акулями головами, а другое представляло собой огромный поезд, который ездил туда-сюда. Возникают и пропадают в небытие секты, поклоняющиеся самым безумным божествам. От маски из заставки телеканала ВИД до человека-петуха. Смысл древних аббревиатур забылся, а о жизни вне хруща говорят, как о глупых сказках. В эти времена распространение получило идеология марксизма-каббализма, согласно которому на высших планах бытия заседает невыразимо прекрасный генсек, который получает свет напрямую из внешнего мира. Он как линза концентрирует его и передает на следующий план, где находится партия. Однако сияние партии тоже губительно для обычных трудящихся, потому партийцев никто никогда не видит. И дальше их свет движется в сторону различных НИИ, жрицы которых уже направляют жизни обычных смертных. Как правило, смертные видят колдунов-ученых из Дни и Слизи. Мудрость, которых помогает им в обычных делах, и передается она через госты. Через чтение гостов обычные жители могут привнести в свою жизнь немного истинного света. Также светом генсека и партии озарен великий инженер или архитектор, и он отвечает за все перестроение гигахруща. В эту великую эпоху волей партии и заклинаниями жрецов из НИИ был создан ликвидатор, способный спуститься на самые нижние уровни, туда, где обитают огромные тараканы, гномы и жили мышь. Исследование этих глубин позволило узнать, что свет, падающий на генсека, исходит из устройства под названием генератор поля Ландау. А поле это, по сути, имеет психотронную природу, а также искажает пространство и время. Искажает таким образом, чтобы отделять гигахрущ от внешней тьмы, которая в свою очередь является одушевленным и вероятно разумным существом, пытающимся проникнуть в гигахрущ. И тут как бы соединяются сразу две теории по поводу природы гигахруща. С одной стороны он всё же является физически существующим строением, а с другой происходящее в нём формируется псиполем, отделяющим хрущ от разумной тьмы. В итоге гигахрущовка имеет двойственную природу, как материальную, так и духовную. Радует, что вселенная гигахруща разрастается и дошла вот до объяснения своей собственной сути. Кстати, я тут узнал, что по хрущу есть несколько полноценных книг, можно будет как-нибудь их почитать. А пока, всем пока!